Каждый родитель знает, что когда болеют дети, это гораздо хуже и труднее, чем когда болеют сами взрослые. Бывают простуды, температура, вирусы, аллергии, прочее. Но детки справляются, и родители с облегчением выдыхают. Жизнь продолжается. А если все намного серьезней? Если ребенку поставлен диагноз, от которого почти нет спасения, или оно возможно, но где-то далеко и очень дорого. Каждый любящий родитель бросится искать любую возможность спасти своего ребенка. Так поступили и родители Оливии. Начиная с 2023-го, Оливия стала болеть очень часто. Ангина, отит, бронхит. Болезни сменяли друг друга на протяжении нескольких месяцев подряд, а врачи никак не могли понять причину. Лишь совет мудрого гематолога сдать анализ крови с подсчетом тромбоцита вручную помог увидеть ясную картину происходящего с ребенком. На тот момент состояние было уже критическим, но дома оттягивали госпитализацию. Просили родителей сначала вылечить у ребенка сопутствующие состояния вроде кашля. Но ждать было невозможно. Не теряя ни дня, собрав все имеющиеся средства, родители доставили дочь для экстренного обследования в турецкую клинику, где первым делом была проведена пункция. Диагноз «острый лейкоз» подтвердился, и у мамы просто опустились руки. Но озвучивая диагноз, врач быстро привела в чувство. «Да вы что, как можно сдаваться, не пытаясь спасти ребенка? Да 9 таких детей из 10 остаются живы. Они побеждают, потому что вовремя начали активно лечиться». Лечение давалось очень трудно. Несколько химии, четырехдневные капельницы в неделю, плюс ежедневные в таблетках, критические показатели крови, упавший гемоглобин и уровень белка, увеличенная печень, мышечная атрофия, полное отсутствие аппетита, проблемы со слизистой, депрессией. Но хрупкая восьмилетняя девочка мечтает вернуться домой, здоровой. Поэтому стойко терпит все испытания болезнью. Оливия готова бороться. Она обещала это своей маме. Но лечение крайне трудное и очень затратное. Поэтому они обратились за помощью ко всем нам. «Просим вас, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, оказать нам финансовую помощь, чтобы мы могли продолжить лечение, не останавливать химиотерапию, чтобы Оливия наконец-то выздоровела и не могла вернуться к своей прежней жизни ребенка. Ее все ждут в школе, в занятиях, ее ждут в секции спортивной, в музыкальной школе. Просим вас за помощь». Субтитры создавал DimaTorzok